Правильное питание, хорошие условия и отсутствие стрессов. В хозяйстве Кузьминский, где разводят галштинскую породу коров, особый подход к содержанию животных. От этого зависит и привес, и надои. Количество и качество молока здесь особенно заинтересованы. Недавно Кузьминский принял производство по переработке молока в Репихово. В день в хозяйстве получают 21 тонну молока. Большую часть отправляют в Клин, Ярославль и другие города, где работают небольшие молочные заводы. Многие крупные заводы в погоне за именно уже сырьем, они начинают закрывать глаза на качество. Им важно, что белую жидкость привезите нам, а что там из этого мы сами сделаем. И мы, как производители, которые заинтересованы в том, чтобы поставлять качественное сырье, мы с этим не совсем согласны. Мы решили, что уж лучше мы будем какой-то объем перерабатывать сами и поставлять на рынок именно качественное сырье, потому что мы точно знаем, что это хорошее, это настоящее, это наше. Нельзя сказать, что крупные молокозаводы не контролируют качество привезенного молока, ведь есть установленные нормы. Дело в этих самых нормах. Согласно требованиям высшего сорта, того же Вимбельдана, уровень, ну такой показатель, бакосемненность, количество бактерий в молоке не должен превышать 100 тысяч единиц. В нашем молоке он 10 тысяч, то есть в 10 раз меньше. Но заводы это неинтересно. Ниже 100 уже их устраивает, ну как бы это уже высший сорт. Ну и все остальные показатели там примерно такие же. То есть еще один показатель, не знаю, насколько это будет зрителям интересно, уровень соматических клеток в молоке. У нас это там 150, на заводе принимает высший сорт, ниже 400. То есть многие показатели в разы привыкнут. То есть если с антибиотиками там все ясно, то по другим показателям там есть некоторые моменты, да, шероховатости показатели? Это не шероховатости, опять же, это все согласно регламентам, то есть установлен регламент, что это есть высший сорт. Нет. Просто да, оно как бы еще лучше. Может поэтому в хозяйстве так трепетно относятся к здоровью животных. С самого рождения телят содержат по методике холодного выращивания. Вот эти шестеро родились сутки назад. Никаких специальных условий им не создавали. В коровнике такая же температура воздуха, как и на улице. Если теленок мерзнет, то больше ест, согревается, крепнет. В итоге прекрасно себя чувствует. А это уже некий детский сад для тех, кто чуть подрос. У каждого свой домик, своя кормушка. В зимнее время телят наряжают в попоны. Их сшили на заказ в ателье. Когда животные еще подрастут, их переведут на общее содержание. Там в борьбе за корм, а качество корма здесь отводит особое место, телята быстро набирают вес. Итак, мы находимся на предприятии по переработке молока в районе деревни Репихова. В сутки здесь обрабатывается 2 тонны молока. Оно выходит под торговой маркой «Пасадское молоко». Но уже в ближайшее время предприятие выйдет на переработку молока до 5 тонн в сутки. Вот это емкости для ряженки, для кефира, для йогурта. Вот это емкости для творога. Творога получается из 2 тонн ориентировочно 300 кг. Соответственно, ряженки сметаны, ряженки кефира получается из 2 тонн 2 тонны. Сметана из тонны молока получается 200 кг сметаны. Остальное обезжиренное молоко, которое получается при сепарировании, оно идет на производство творога обезжиренного. Сегодня продукцию под торговой маркой «Пасадское молоко» можно купить в пяти магазинах города, в торговых рядах, в небольшом магазинчике в Хлебодаре, в новых домах на северном поселке и в самом Ходькове. Ряженка и творог. Молоко я не брала, не знаю. А вот творог вкусный и ряженка. Вы знаете, мы открылись недавно, но я считаю, что те покупатели, которые нас посетили хотя бы однажды, они уже приходят, уже я их считаю как постоянными покупателями. Предпочтение, я бы не сказала, что именно какой-то акцент идет на продукцию. То есть продукция уходит у меня практически вся. Сергиево-Пасадский район, он один из лидеров по производству молока в области. Мы тоже очень много доим в относительно эффективности каждого хозяйства. Но что толку жителю Сергиева-Пасада от этих показателей, когда он не может выпить хорошего качественного молока. То есть у нас была концепция, чтобы от коровы довести до конечного покупателя, минуя всех посредников и сохраняя качество. То есть мы как один производитель, переработчик и продавец в одном лице, мы готовы гарантировать, что вы действительно получаете качественное молоко в нужном вам объеме и оно действительно свежее, без каких-либо примесей и так далее. Что это именно качественный продукт по низкой цене, потому что нет лишних посредников. Ирина Белякова, Кирилл Емельянов. Тема.